Бонзо и The Beast – легендарный британский рок-музыкант и автор песен, прославившийся как непревзойденный по мастерству барабанщик, созданный в 1968 году группой Led Zeppelin и получивший титул одного из величайших и влиятельнейших барабанщиков мировой рок-музыки. Специалисты отмечали уникальную мощь его игры и чувство внутренней энергетики ритма. Энциклопедия «Британика» назвала Бонома идеальным примером для всех барабанщиков хард-рока, которые пошли по его стопам. Джон Генри Боннэм родился 31 мая 1948 года в госпитале Реддича, графства Вустершир, спустя 26 часов в тяжелых родовых муках. И затем сердце мальчика перестало биться. Медсестра побежала искать доктора, но доктор был пьян и ей пришлось искать другого врача, который спас жизнь ребенку. «Это чудо», — сказала медсестра, — «но это было чудо вдвойне, ибо мальчику предстояло в будущем стать барабанщиком Led Zeppelin». Пьянство и остановка сердца сыграли роль не только при рождении Боннэма. Он также умер, будучи сильно пьяным, когда у него остановилось сердце. Но до этого было еще очень и очень далеко. А пока родившийся мальчик издавал истошные крики в 12 милях к югу от Бирмингема, что, по сути, было его первой попыткой оглушить мир. Ребенок рос и начал проявлять большой интерес ко всему окружающему. Особенно его интересовали вещи, которые способны были издавать шум. В ход пошли кружки и кастрюли мамы Бонзо, пустые банки из-под кофе, в общем, все, до чего только мог дотянуться юный барабанщик. Своё прозвище Бонзо Джон получил в честь «Пса» из популярного британского комикса. Когда Джону исполнилось 10 лет, его мама приобрела сыну его первый в жизни настоящий барабан. Но и отец не заставил себя долго ждать. Немного погодя, он принес домой полный комплект барабанной установки. Правда, инструменты были поддержанными и немного изношенными, но для Джона это было настоящим сокровищем. Пристрастие к музыке у мальчика было настолько сильным, что он не мог и дня прожить без игры на барабанах. В возрасте 18 лет он встретил свою любовь и будущую жену Бет. Она была достаточно уравновешенной, чтобы дважды подумать, прежде чем за кого-то выходить замуж. Тем более за человека, будущее которого могло сулить скорее бедную жизнь, чем громкую славу. Но Боннам оказался настойчивым. Когда Боннзо был барабанщиком в The Nicky James Movement, у группы не хватало денег не только на еду, но и даже на инструменты, на которых она играла. Однажды, после окончания выступления, у них конфисковали инструменты из-за просроченных платежей. «Так нельзя играть хорошую музыку», — говорил сам себе Джон. Но у него не было других альтернатив, и он хранил невероятную верность к тем людям, которые позволяли ему играть с ними. Он любил быть частью группы, чувство, которое не покидало его на протяжении всей жизни след Зепплин. И даже уже на тот доцепелиновский период Боннама начала окружать слава. «Он лучший барабанщик в Англии», — говорили люди. «Он играет так громко, что едва слышишь собственные мысли», — отвечали другие. «Он пробил кожу стольких барабанов за неделю, сколько большинство барабанщиков не делает и за всю жизнь». Когда Джимми Пейдж решил создать группу, воля судеб вышла так, что Боннама в Лидзепплин привел Роберт Плант. И тут-то все и завертелось. В 1972 году Боннам с женой и двумя детьми Зои и Джейсоном переехали жить на ферму. «Я никогда не занимался фермерством», — говорил он. «Я даже не искал ферму, просто дом с какой-нибудь землей. Но когда я увидел место, то что-то щелкнуло внутри, и я выкупил его в 1972-м», — говорил Боннзо. «Вдали от дома Джон постоянно ужасно нервничал. Это напряжение наблюдалось лишь непосредственно перед самим выступлением. Но стоило нам начать играть рок-н-ролл, и я чувствовал себя хорошо», — пояснил Боннзо. «Джон был не единственным в группе, кто нервничал перед концертами. У каждого из нас было свое занятие перед выходом. Например, ходить туда-сюда или курить сигарету». К Боннзо неоднократно обращались с вопросами, как ему удается так хорошо играть, и есть ли у него какая-нибудь особая техника. На что Боннам ответил. «Техника? Черт, да о чем вы говорите?» И, подняв руку вверх, сказал «Вот моя техника». И его рука силой упала вниз. «Рукой по барабану, вот как!» «Рукой по барабану», — сказал Джон. Боннам ввел в свою стилитическую палитру элементы фанка и латинской перкуссии. «Специалисты» отмечали, что он играл с едва заметным опережением общего ритма, что было характерно для техники многих африканских шаманов, именно таким образом обеспечивавших гипнотический эффект в искусстве. Он всегда подбирал себе самые длинные и тяжелые палочки, которые называл деревьями, а иногда подстиловал на дно своих барабанов фольгу, делая звук ударных как бы потрескивающимся. В кругу посвященных Джон Боннам имел кличку «Зверь» по причине буйного и неадекватного поведения в нетрезвом состоянии, в коем находился постоянно, размахивал кулаками направо и налево. Большой любитель разбить кому-нибудь лицо, по причине или без. Небольшое турне, которое участники «Летзеплин» провели летом 1980 года в Германии, прошло на ура, однако внутренние проблемы группы становились все более очевидными. Если Джон Пол Джонс с Плантом были в хорошей форме и выкладывались на сцене по полной программе, то Пейдж мог позволить себе дать слабинку и отыграть концерт кое-как. Но самым слабым звеном в группе стал Боннам. Боннзо, как ласково называли его друзья, слишком пристрастился к алкоголю и был плохо готов и в физическом, и в моральном плане к предстоящим европейским гастролям. 7 июля 1980 года Боннам последний раз в жизни вышел на сцену. Это был заключительный концерт в рамках европейского турне, который прошел в Essesport Trail в Берлине, Германия. Этот день совпал с 12-й годовщиной самого последнего концерта в жизни группы The Yardbirds. Последнее, что Цеппеллины сыграли в тот день, была исполненная на бис «What Lotta Love». 24 сентября 1980 года по дороге на Bray Studios, где должны были проходить последние репетиции Лид Зепплин перед выступлением в Америке, Джом Боннам заехал в паб, чтобы перекусить пару булочек с ветчиной и выпить водки. Во время репетиции он выпил еще 2-3 большие порции алкоголя, чтобы быть в хорошем настроении. В последнее время он отходил от героиновой зависимости и пребывал часто в депрессии. Алкоголь был на тот момент единственным, что помогало ему чувствовать себя хорошо. Затем группа отправилась в дом Пейджа, в ту самую мельницу, где они отметили репетицию. А Боннам отмечал еще двумя порциями каждый час. Около полуночи он свалился на софу, и ассистент Джимми Рик Хоббс помог его увезти в спальню для гостей. 25 сентября 1980 года Джон Боннам был найден мертвым в спальне. Пейдж, Плант и Джонс собирались, чтобы поехать на следующие репетиции, но Боннза никто не видел. Подсчитав, что он еще спит, Плант послал своего ассистента Бенжи Лефевре посмотреть, что делает Боннза. То, что он увидел, было ужасно. Боннам лежал на спине в луже рвотной массы. Джонс вызвал скорую, но барабанщик был мертв несколько часов. Вся группа была в шоке случившегося. Плант поехал утешать жену и детей Боннза. Джон Пол Джонс уехал домой к своей семье. И пока новость сокрушала страну, Джимми Пейдж наблюдал за группой фанатов, ведущих тихое дежурство снаружи его дома. Поклонники Цепелинов еще не знали о случившемся, а также о том, какая трагедия со смертью Джона ждала их впереди, а именно распад Лед Зепплин. 2 декабря 1980 года группа опубликовала заявление в прессе. «Мы хотим, чтобы все знали, что потеря нашего друга и глубокое уважение к его семье, а также чувство прежней целостности и гармонии в группе привели нас к решению о прекращении существования Лед Зепплин». Но история на этом не заканчивается. Джейсон Боннэм, британский барабанщик, сын барабанщика Лед Зепплин Джона Боннэма. Джейсон блестяще заменил своего великого отца за ударной установкой на концерте 10 декабря 2007 года. Про это эпохальное событие будет рассказано отдельно. На роль барабанщика был одинодушно предложен Джейсон Боннэм, который уже играл с Пландом и Пейджем, но главное, по утверждению последнего, знал не просто все вещи Лед Зепплин, но и все без исключения концертные версии каждой композиции. После двух серий репетиций в июне и в сентябре место проведения каждый раз хранилось втайне. Идея о воссоединении Лед Зепплин получила окончательное и всеобщее одобрение ее участников. Двухчасовое выступление группы 10 декабря получило наивысшие оценки музыкальных обозревателей. То, что Лед Зепплин сделали этим вечером, доказывает, они способны по-прежнему выступать на том уровне, который изначально обеспечил им статус легенды. На этом все. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok